Они еще не военнослужащие, но их выправки и серьезности могут позавидовать многие взрослые. Несмотря на довольно юный возраст, эти мальчики и девочки имеют жизненные ориентиры и цели. Именно такие они – юные кадеты средней школы номер 28. Вот уже в 12-й раз большая профильная семья принимает в свои ряды новых представителей, которые уже знают свои обязанности и готовы к новым совершениям. Он должен быть опрятным, аккуратным, много знать, служить своей родине. И выполнять все обязанности. Один из главных волнительных и ответственных моментов – ритуал произнесения клятвы кадета. В этом уверен Ваня Коротков, командир одного из классов. Ребята обещают хорошо учиться и быть примером для своих сверстников. Для Вани это первый шаг на профессиональном пути. Он хотел бы продолжить начатое дело и стать, как минимум, полковником милиции. Любить свою родную Беларусь! Любить свою родную Беларусь! Быть всегда надежной опорой своим товарищам! Быть всегда надежной опорой своим товарищам! Для меня это интересно, потому что я хочу сделать первый шаг в военное дело. Мне как бы хочется военным стать. Форма отличается, культура поведения у кадета должна быть выше, чем у простого мальчика. А теперь жизнь действительно поменяется. В расписании занятий больше математики и иностранных языков. В системе собственных ориентиров новые требования и цели. Ведь теперь эти ребята – элита школы. Цель ребят воспитать достойными гражданами, чтобы они учились соответственно. Ну и чтобы в конце концов были здоровы и могли себя найти в этой жизни. Кроме того, в торжественной обстановке командирам классов были вручены их первые официальные документы – удостоверение кадетов. Как отметил в своем обращении заместитель председателя Брестского горысполкома Сергей Жуков, теперь на этих ребятах большая и ответственная миссия – быть примером для других. Кадетский корпус 28-й школы в свое время стал одним из первых в области, кто наладил тесные преемственные отношения с Академией Министерства внутренних дел. Сегодня этот диалог продолжается. Вы сегодня, получив эти удостоверения, становитесь почти настоящими кадетами. Говорю почти, потому что у вас еще впереди определенный путь, благодаря которому вы своей учебой, своим отношением к делу должны будете подтверждать и доказывать прежде всего самим себе, своим родным, близким, родителям, школе вашей, что вы носите это высокое благородное звание. Работа достаточно у нас плодотворная. Мы очень рады итогам этой работы. Только за этот период к нам поступили именно из этой школы, из правовых классов 44 выпускника, которые на сегодняшний день, 28 которых на сегодняшний день уже служат в подразделениях УВД Брестского госполкома. Остальные пока обучаются у нас в Академии. Поздравить администрацию, педагогов и, конечно же, ребят с этим важным событием на праздник прибыли представители смежных структур, Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, правоохранители Бреста, которые являются верными наставниками для учащихся 28-й школы. В знак того, что это взаимодействие со службами в погонах будет продолжено, ребята исполнили вместе с солистами оркестра войсковой части 55-26 песню о родном городе. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантун, Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова